Хаю-хай, дорогие мои! С вами Катя Даюрч, ребята, это снова провинция, шестой сервер, где мы с вами играем. Играем уже, ребята, в новом 2022 году. В общем-то, всех, кто выжил, я приветствую горячо и хочу пожелать всем-всего самого хорошего и поздравить вас с Рождеством, потому что сегодня, как символично это бы не было, 7 января. Короче, ребят, пишите в комментариях, как встретили, как отметили, как прошли у вас дела, будет интересно посмотреть, почитать. Я решил вот так вот на площади в Невском немножко пофлексить, почему бы и нет, ну и с вами начать разговор. А это первый ролик, который я вообще снимаю, ребята, в этом году, поэтому он будет такой немножко лайтовый. Поставь лайк, если тебе тоже лень всё, что угодно делать, тем более скоро знаю, что у многих школах кто-то уже работает, кому-то скоро на работу. Поэтому напиши в комментариях, когда вообще у тебя начинаются, так сказать, трудовые будни, ну, почитаем, посмотрим. Ребята, я нахожусь в месте, где можно купить новогоднюю ёлку, на самом деле я ёлку себе в квартиру не ставил, но купить я её обязан. Давайте, типа, вот так вот себе купим ёлочку, пускай она будет, будем считать, что она у нас будет стоять дома. Так, наличие дома есть, 2000 стоит ёлочка, окей, можно купить. Кстати, прикольная штука, довольно-таки интересная, но я думаю, что ничего прям такого сверхъестественного. Те, кто играет на провинции, уже все это дело видел. Но, на самом деле, ребята, если хотите посмотреть, какая ёлка стоит у меня дома, то я в инсте делал пост, ссылочка на неё есть в описании, можете подписаться, кому интересно. Там, в принципе, я делал фотку своей ёлки, которая у меня стояла дома, но и до сих пор стоит, на самом деле. Как мы будем отдыхать? Всё очень просто, ребята. Я хочу сегодня отправиться в город Мирный, не просто так. Я хочу купить себе, конечно же, чайник, ребята, тот самый, дрифт корч, так сказать. Ну, может быть, мы из него его сделаем. И хочу немножко дать угла, потому что какие-то вот серьёзные темы, типа, полицейские погони, всё это, короче, немножко надоело. Я этого снимать не хочу, но тем более, как вы видите, сейчас реально очень много людей, ДПС, ГИБДД на улице, прям вообще их, как говорится, очень-очень-очень много. Не зря на Урусе поехал. У Уруса прикольный дрифт-занос, у него хорошее управление для дрифта, тем более немножко стейджа на него кинул. И, как вы видите, меня выкинуло, но жив целый орёл, молодой, красивый, как говорится, всё нормально. На чайнике, конечно, так не получится сделать красиво, но, тем не менее, удовольствие, надеюсь, что мы с вами получим. Короче, ребят, также мы должны были с вами подвести итоги конкурса. Я разыгрывал, напомню, свою уникальную тачку, которая выпала мне из контейнера. Давайте остановлюсь вам её, покажу, чтобы вы понимали, о чём идёт речь. F3, и непосредственно машинка, это Nissan Silvia S15. Специальная, леворульная, вроде, насколько я знаю, чисто из Японии, падает с контов. Тачка типа для дрифта, которую я обещал разыграть на Новый год, но немножко планы поменялись, поэтому ролик выходит сейчас. Ну и, в общем-то, я остановлюсь, сейчас быстренько разыграю машину, ну и давайте посмотрим, что из этого получится. Итак, ребята, магия монтажа, я победителя нашёл, я сейчас сделаю скриншот, чтобы вы видели, кто у нас победил. Чувак, если ты видишь этот ролик, напиши мне в ВК хэштег победа, и, в общем-то, этот автомобиль достаётся тебе, потому что тебе повезло, и ты победил. Поздравляю! Ребята, кто не выиграл, не расстраивайтесь, будут ещё конкурсы, я таким делом занимаюсь время от времени, ну и, конечно же, какие-нибудь эксклюзивные, уникальные тачки разыгрываю, потому что... Ну, а почему бы и нет? Что ж, погнали дальше по своим делам. Я немножко переиграл, короче, в Готику. Недавно вышел мод, напомню, для тех, кто его, может быть, в курсе, может, не в курсе. Хроник Эмиртана называется он. И там управление такое интересное, что поворачивать налево-направо на клавишу Q и E. А я это как Олд, который прошёл всю Готику, конечно, не мог пройти эту игру стороной, и, блин, проблема сейчас такая, что везде, на провинции вот сейчас, в GTA, короче, 5-й, если захожу, я по умолчанию Q и E жму. А это совершенно другие клавиши, которые не помогают. Это максимально стрёмно, и когда переучиться от этого сложно. Поэтому у меня прям такая насыщенная получилась немножко неделя, где-то гуляли, отдыхали, где-то непосредственно вот получилось и поиграть в игрушечку. Ну и так, что, блин, теперь пальцы не слушаются. Это нормальное явление. Воу-воу-воу! Обалдеть! 280 км в час разогнал. Я забыл, что здесь радар. Ну, вернее, я вспомнил, что здесь радар. И, конечно, нажал на тормоза, но это было довольно-таки поздно. Самое интересное, что до Нового года я, в общем-то, чекал непосредственно группу ВК, карпакеров, провинции их, да, которые делают нам машины. И я видел там спойлер, что, типа, чайзер у нас немножко изменится, типа, будет другая моделька. И я так понял, что все это дело не выкатили ребята, потому что, скорее всего, чайник какой был, такой и остался. Поэтому машину пока я продавать не буду. Я куплю себе ее в коллекцию. Возможно, сейчас мы ее, конечно же, затюнем. Пакеты стоят не так уж и дорого. Мне, думаю, двух миллионов хватит вполне. Ну, и я хочу эту машину посмотреть, когда она будет уже после ребаланса, так сказать, когда ее внешне изменят. Потому что, вроде как, скриншотик был интересный. Конечно, когда завезут, непонятно, но, тем не менее, будем надеяться и верить, что в ближайшее время, потому что... Ну, а когда еще? Пока все дома сидят, пока отдыхают. Вот желательно, конечно, тоже что-нибудь такое вкусненькое поймать. Но я также понимаю, что, конечно же, все отдыхают. И поэтому, ну, хотелка есть, но придется, конечно, смириться с реалиями. Так, автобусы, автобусы. А мы уже возле магазина. Я даже далеко не буду убирать свой ламбу, потому что смысла нету. Вот так вот припаркуем, пускай стоит. Обожаю Урус, ребята. Для зимы машины лучшие, я считаю, что просто тупо нету. Она идеальна в управлении и непосредственно в ускорении, конечно же. Тем более, ее не носят как суперкары. Так, окей, прибежали сюда. 550 тысяч должен стоить чайник. Ничего не изменилось вроде как. А, ну да, я не туда смотрел. Вот он, ребята, чайник. Я не знаю, изменится он реально как-то или нет. Тест-драйв я уже, к сожалению, сделать не смогу, потому что мы с вами вылетели. А вот, кстати, зеленый цвет будет смотреться на непосредственно снегу. Сейчас хорошечно. Поэтому давайте вспомним, каково это. Ну, поздравлять меня с покупкой тачки не надо. Так, опять по умолчанию нажал Е. А что нужно сделать с чайником, чтобы он прям обалденно дрифтил? Конечно же, немножко дать ему ускорение. Потому что он прям ленивый такой. Слушай, а он реально, его раньше не бросало сразу. Что, чайник сделали, что ли? Эй, я не понял. По поводу чайника, ребята, могу сказать одно. Машина стала обалдеть. Какая управляемая. Она красный. Проехала, штраф не дали. Остальное пофиг. Никто ничего не видел, значит. Короче, блин, на самом деле, реально, раньше на чайнике ты только выезжал зимой. И тебя сразу выкидывало, получается, с дороги. Ты просто летел, летел и летел. Так, давайте я сделаю некрасиво немножко. Но тут дорога, тут кататься можно. Типа, я здесь и ехал. Но, тем не менее, реально. То есть, ты немножко газовал, и машину сразу несло. Сейчас такого нету. Может быть, это из-за новой физики, конечно, снега. Хотя, вот здесь она вроде поехала. Так, ну, конечно, кататься вот так вот не стоит. Кататься нужно там, где можно кататься. Но, тем не менее, what the fuck? Это как-то максимально странно. Максимально прям очень странно. Если честно, я немножко не пойму, что происходит. Но заносы, типа, да. Если перегазовываешь, они есть. Но немножко, конечно, скорости сюда добавить надо. Поэтому, ребята, давайте посмотрим, сколько встанет у нас прокачка. Если честно, я уже не помню. А 55 базовый, конечно же, берем. Так, тюнинг в скорость обязательно. Второй тоже обязательно в скорость, ребята. Давайте прям затюним наш чайник по самой неболой. И последний, наверное, в баланс. Я кину, либо в управление. Так, что у нас здесь? Ускорение 88, 86, 64. Вот так вот в баланс кину. То есть, пускай будет так. По внешнему виду здесь стайлинги, не стайлинги. Только свет, свет, свет. Я единственную тонировочку поставлю. Чисто будет вот такая у нас бандитская тачка. Ну и зеленый цвет пускай будет тогда. Где ты там был? У нас же что-то зеленое вроде было. Вот такой зеленый. Чё бы нет, пускай тоже будет. Чайник готов. Полностью прокачан. Включаем даже дальняк. У меня нет номеров. У меня тачка, которая, в принципе, улетает с дороги. И у меня, кстати, еще и штраф есть. Если меня поймают сейчас копы, то придется отчитываться. Слушай, чайник реально стал намного управляемее. То есть, сейчас я кинул два пакета в скорость. Он настолько прям топ. Или ему управление немножко дали, но он комфортней стал. Вот реально, он стал настолько комфортный. И немножко он стал какой-то слоупочный. Вот мое мнение. Потому что раньше ты немножко газовал неправильно. И ты сразу крутил бублик. То есть, вот это уже похоже на то, что было раньше. Чего вообще? Я максимально к такому не был готов. Я думал, что это будет прям, конечно, жестко. Но, кстати, за зигзаки на дороге можно получить по шапке. То есть, сейчас это как бы делать тоже нельзя. Друзья, я заправлюсь. И мы с вами встретимся на месте, где можно дать непосредственно бубликов. Посмотрим, насколько он реально хороший. И сейчас будет жесткий поворот. Ну, слушай, меня даже не выкинуло. Что сделали с чайником? Ребят, в комментариях напишите. Я знаю, что меня смотрят парни, которые реально дрифтят постоянно. Которым это очень сильно нравится. Напишите мне, пожалуйста, что сделали с чайником. Он реально таким не был никогда. То есть, сейчас он максимально управляемый. Тем более, вроде как, пакеты я правильно сделал. Скорость, рост, баланс. Типа, ну, можно было управление дать. Но тогда он стал еще устойчивее. И это как бы вообще не то совершенно. На самом деле, конечно, Toyota Chaser, ребята, клевая тачка. То есть, смотрите, максимально-максимально хороший бензобак на 70 литров. Максималка 280, понятно, на чиповке, но все равно. Как бы, довольно-таки очень хорошо, солидно и вкусно, я бы сказал. Поэтому машина интересная максимально. Покупайте, у кого есть кэш. Но, ребята, машина, конечно же, не на поседневку. Машина чисто поугарать, я бы сказал. Ну что ж, ребята, я доехал так, куда хотел. Здесь мы сейчас с вами получим удовольствие. Мимо проезжал, видел аварию. Там ламба влетела в приору. Тут, ну, что-то типа того. Люди разбираются. Прям такое себе. У нас, кстати, под Новый год авария была. Так, вообще, на трассе М5. Очень жесткая авария была. Это что было? Это что только что было? Я не понял. И, ребята, блин, на самом деле, под Новый год у людей там очень большие проблемы были. Но, тем не менее, бывают такие приколы. Что ж, давайте посмотрим, на что способен Чайзер. Это единственное, наверное, место, где реально можно на нем дать нормального угла. И, как бы, вполне, да, он едет. Не считая того, что я почему-то от бордючика отлетел. Но, тем не менее, почему бы и нет. Так, давайте немножко дальнего так дадим. Так, угла, угла. Ну, короче, перегазовываешь, если. Машину выбрасывает. Если не догазовываешь, машина не дает угла, как должна. Это что, это петарды? Это петарды. Так, окей. Давайте еще раз попробуем. Смотри, как быстро темнеет. Зато светает рано. Ну, вот, ребята, в принципе, вот таким вот образом ребятки дрифтят на Чайзере. Конечно, у меня это, так сказать, уровень чуть выше новичка. Но, тем не менее, если приловиться, приловчиться, конечно же, можно делать красиво. А чтобы делать прям максимально красиво, можно этим заниматься, конечно же, на гоночном треке. Там и повороты есть, в которые можно прям, ну, так неплохо заходить. Поэтому свои приколы, конечно же, есть. Но если сильно не газовать, видите, машину держит. Но, как бы, это мне, не знаю. На Урисе как-то дрифт ощущается намного прикольнее, потому что там полноприводная тачка. И, несмотря на это, машина реально дрифтит. То есть, если не перегазовывать, видите, можно давать угла. Как только ты перегазовываешь чуть-чуть, машину выкидывает. Это нормальное явление. Но мне реально кажется, что Чайзер почему-то стал уже совершенно не тот. Кстати, снег, почему с меня снег не падает? Я же сейчас прям очень хорошо гоняю. Либо снегопад просто сильный пошел, либо что. Но обычно, когда вот так гоняешь, то снег должен тупо падать. Пишите в комментариях, что думаете вообще по поводу зимнего дрифта на провинции. Какая машина вам больше всего нравится. Ну и, конечно же, ребята, не забывайте подписаться и поставить лайк. Всех, как говорится, с Рождеством еще раз поздравляю. Всем хорошего настроения и дня. Ну и пишите в комментариях, что вам подарили на Новый год. Будет максимально интересно почитать и узнать, как вы встретили, отметили, в общем-то, эти новогодние праздники. Всем спасибо за просмотр, ребята. Не забывайте подписываться. Ссылочка, кстати, на игру есть в описании, если хотите поиграть. Ну и промокодик можно ввести в реферальной системе. Вот сюда вот. Юрч Топ Гейминг, чтобы получить хорошую, в общем-то, скидочку, хороший бонус. Себе непосредственно на свой аккаунт. Всем спасибо и всем пока-пока.